МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, мы в эфире уже, да, привет. Маленькие хитрости, как будто мы до этого не общались, как Стас Ширвин говорил. Слушай, я перед эфиром готовился, полез, конечно, сразу в фейсбук твой. Ты сам ведешь его? Да. Серьезно? Конечно. Никто не помогает всякие привета. Нет, никто не помогает. От Маргулиса привет. Это тоже он сам, лично Маргулис, лично Кутикову. Да. Заметил я, что дочь твоя здесь представлена. Это ведь она, да? Да, это моя дочь. Вот совершенно итальянская девушка. Это моя любимица. Совершенно итальянская. Поэтому вот расскажи про вот эти итальянские корни. Ну, дело в том, что у моей супруги очень такая богатая, родословная. Там и турки, там и итальянцы, там и украинцы, да, и русские. Все это перемешалось. Вот. И там дворянский герб. Итальянский? Есть итальянский, а есть российский. Один из ее пращеров был одним из 12 гренадеров, которые возвели Елизавету на престол, которые сделали, непосредственно участвовали в перевороте. И это, по-моему, да, они были семеновцы, или семеновский полк. Вот. И тех, кто не был дворянином, Елизавета, после того, как ее короновали, она одарила, соответственно, по-царски. Сделала дворянами. И вот один из этих вновь обращенных офицеров дворянских, семеновцев, это вот пращур моей, скажем, моей жены. А скажи, ты папа вот такой, как отец невесты в исполнении Стива Мартина, то есть вот который гоняет женихов, или наоборот, ты такой папа, который хочет, чтобы внуки поскорее появились? Ну, я такой папа, который считает, что все придет в свое время. Вот, значит, первый тип, я так понимаю. Все придет в свое время, да. И, скажем, я никого не гоняю. Ну, ну, конечно. Но я даю понять, что дочь для меня значит очень много. Поэтому обидеть дочь, это все равно, что обидеть меня. А меня обижать не надо. Да, это всем известно, да, не рекомендуется. Понятно. Она занимается фотографией с твоей подачей, или это ее собственный был выбор? Нет, это был ее собственный выбор, но, опять же, дело в том, что у моей супруги отец, то есть ее дедушка, он профессиональный кинооператор, работал долгое время на ЦСДФ, лауреат всяких-всяких премий. Вообще, очень талантливый, замечательный в этом области человек. Ну, так получилось. У вас в семье, говорят, даже кошки талантливые. У вас же там, ты же кошатник известный. Ну, у меня есть два кота, кошка и две собаки. Фотографии есть с собой? Есть. Ну, а как же? Ну, конечно, покажу. Конечно, покажу. Ну, я начну с кошки, потому что с девочки надо начинать. Lady First. Да, шикарная, шикарная. Как зовут? Ой, господи. Это вино, да? Это вино. Это вино. Вот она еще. Вот здесь она. Она просто замечательная. Ее зовут Мартышка. Мартышка? Да. Ну, это от Марты какой-нибудь, на самом деле, да? Совершенно верно. Потому что у нас код один август, другой сенька, сентябрь. А Марта, она же Мартышка. А кто так придумал называть животных? Ну, жизнь, жизнь так распорядилась. Август появился в августе. А что значит появился? Подарил кто-нибудь или нашли? Нет, мы его купили. А, вот так вот, да? Да, мы его купили. При том, что столько бездомных есть животных, вы, новые русские, старые евреи, новые русские, тратите деньги на животных. Я к чему вообще про кошек зову разговором? У нас такая фишка в программе. Мы пристраиваем бездомных кошечек. Вот эта Мия. Чудесная кошка. Да, мы скажем, что она общалась непосредственно с самим великим, легендарным Александром Кутиком. И под это дело мы ее пристроим любителям всего хорошего, в том числе хорошей музыки. Я буду счастлив, если у такой замечательной кошки появятся хозяева. Появятся, да. Да. И вообще я считаю, что в доме обязательно должны быть кошки. Они создают совершенно другую ауру в доме. И вообще, по-моему, человек, у которого в доме живут кошки, становится добрее, моментально. Нескромно сказал Кутиком, у которого дома кошек полны-полно. Дело в том, что у нас кошки были всегда. Моя мама очень любила кошек. То есть у тебя в детстве были кошки не собаки? Нет, не собаки. Но вот сейчас у нас еще две собаки. Одна уже взрослая такая, 17 лет. А как они уживаются с мартышкой? Извини, что я перебиваю. А дело в том, что они все моложе, кошек. И поскольку собака жила в доме, старшая собака, это кроличья такса у нас такая, длинношерстная, кроличья такса, то он был главным. Он воспитывал маленьких котят. Понятно. Это называется старшее животное. Старшее животное. Есть такой термин. Ну, поэтому они прекрасно друг с другом ладят, и все замечательно. От старших снова возвращаясь к младшему. Я обратил внимание, опять же, по Фейсбуку, что Екатерина Александровна Кутикова, которая супруга, не которая Екатерина Первая, а Екатерина Вторая, очень правильную музыку слушает. У нее лайки стоят на The Killers и The Muse. То есть очень продвинутая девушка. То есть там ни разу не Джастин Бибер. А сам-то ты что сейчас слушаешь? Я слушаю в том числе и то, что слушает дочь. Извини, опять перебиваю. Ты слушаешь это потому, что она это слушает, или потому, что тебе это действительно нравится? Я это слушаю, потому что мне это действительно нравится. И мне вообще нравится держать нос по ветру. Всегда так было, да? Да, так было всегда. Поэтому, допустим, мне очень нравилось, когда я услышал первый раз, мне очень понравилась группа Fun с точкой. Да, 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 да. Ну, у них один на самом деле вот хит есть. Да, но я рассматриваю это как продюсер. Мне понравился подход к звучанию, понравился микс, понравилось продюсирование. Мы про песню Ви Аянг, да, говорим? Ну, да, но я говорю про весь диск. Ага, а я не осилил здесь диск. Ну, я обязан это послушать, не слушать, там, скажем, мне что-то понравилось, то я анализирую не по одной песне, а по всей работе. Анализирую деятельность группы. Ну, мне очень понравилась группа Imagine Dragons. Даже не знаю. Очень хорошая группа. Черчилль. Что это по жанру все? Это рок? Это все такой альтернативный, альтернативный поп-рок с элементами дабстепа. Очень интересно. Очень интересно сделано. Очень интересно по мысли сделано. И очень неплохо, надо сказать, придумано с композиторской точки зрения. Вот. Это музыка, которая не всегда возглавляет там какие-то хит-парады, но это очень искренняя и настоящая музыка. Очень хорошая группа. Мумфо... Сейчас, сейчас я вспомню. Это тоже из молодых групп. Ну, ты знаешь, я у всех спрашиваю. Маргулиса спрашиваю. Вообще у всех спрашиваю. Мамфо, Рок-Легенд. Или Мумфо. Есть ли будущее у рок-музыки в России? Будет ли ренессанс вот этого интереса, который, ну, ты не можешь не помнить, когда, ну, вы были, я имею в виду не только машину времени, а рок-музыканты, ключевыми фигурами на музыкальной сцене страны? Ой, Жень, знаешь, любой человек, который берет на себя, как бы, вот эту ответственность, прогнозируя будущее... Ну, тебе же удавалось. Ты некоторые вещи предсказывал, и они, в общем, то, что касалось музыки, они абсолютно... Ну, в музыке, да, допустим, мне казалось, что вот эта группа перспективная, и она действительно подтверждала свою состоятельность, там, скажем, через какое-то время. Но вот то, что будет происходить глобально в музыке, я не могу спрогнозировать. Но то, что существуют новые группы, которые делают музыку современную, интересную, на очень таком высоком профессиональном и исполнительском уровне, это факт. У нас существуют? У нас в меньшей степени в мире, я имею в виду в мире. Я в последнее время не так много слушаю российскую музыку, потому что от такого прямого продюсирования, которым я занимался на протяжении нескольких десятков лет, я отошел. В силу того, что, во-первых, у нас нет шоу-бизнеса. У нас нет шоу-бизнеса? Нет, то, что называется шоу-бизнесом, это шоу, а не бизнес. Бизнес убили в 90-е годы. То есть в 90-е у нас был шоу-бизнес? Нет, у нас начинался шоу-бизнес в 90-е годы, но он был убит, потому что уничтожили то, что питает настоящий шоу-бизнес. А рыночную базу, то количество пиратской музыки, которое было, и тот не сложившийся рынок, который, по идее, мог бы сложиться. И он, скажем, в свете того, что он не сложился, ниоткуда деньги брать. Хорошо, а разве гастроли не могут приносить нормальные заработки? Гастроли могут приносить нормальные заработки только тем, кто уже известен. А вот те, кто неизвестен вообще, нет. Это абсолютно точно. Знаешь, я в этой студии не так давно беседовал с небезызвестным господином Разиным, создателем проекта «Ласковый май». Ну, импозантная такая фигура. И он сказал, что, в принципе, по сравнению с ним, с Разиным, и по сравнению с «Ласковым майом», вообще все деятели шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова и Пугачева, вообще нищие крысы. Что вот они реально очень обеспеченные люди. И сделали они деньги именно на гастролях вот в те самые 80-е годы. Как ты это можешь прокомментировать вообще? Ну, в принципе, я могу сказать, что «Ласковый май» – это одна из самых больших афер на музыкальном пространстве, скажем, периода конца Советского Союза и начала новой России. Они сейчас даже деньги зарабатывают, если верить разину. Это естественно. Когда они создали за счет фонограмм, они же не пели никогда живьем, но это понятно. Когда работало по нескольку составов, когда они косили деньги, а наши люди в силу, так сказать, недостаточного, скажем, своего образования, культурного, в первую очередь, приходили на эти концерты, думая, что это концерты. А я для себя это все называл дефиле, потому что, когда люди демонстрируют себя, демонстрируют одежду, демонстрируют свои движения и так далее, и тому подобное, это не концерт. Ну да, тогда у нас вообще половина эстрады, у нас не концерты. Это дефиле под фонограммой. Ну да, сейчас разин смотрит нас и думает, что Кутиков завидует тому, что я разин богатый. Я никогда никому не завидовал, слава богу. Нет, я завидовал Моцарту, я завидовал Рахманинову, я завидовал Битлз, но моя зависть была рождена моим восхищением, талантом. А что мне завидовать, скажем, людям, которые, скажем, с моей точки зрения использовали искусство для того, чтобы просто заработать деньги? Но это ведь, если мы говорим о шоу-бизнесе, бизнес-то подразумевает извлечение прибыли. Поэтому там, где бизнес, там и заработки. Ну, безусловно, но я и говорю, что у нас, к сожалению, в 90-е годы бизнес как таковой в сфере искусства, да, он не сложился. У нас сложилось шоу. Хорошо, я понял это. То есть ты считаешь, что будущего у музыки, если мы говорим все-таки про рок-музыку или про рок-поп, в России нету, да, уже? Нет, 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 я так не считаю. Я вообще считаю, что будущее всегда и в любом деле связано с появлением новых талантливых людей. Если учесть, что Россия богата талантливыми людьми была и будет, то я надеюсь, что появятся люди, наделенные талантом в этой области, которые принесут что-то новое и продолжат то, что было. Насчет талантов в стране, хотел бы я вот уточнить такую вещь. С одним из рок-легенд, опять же, твоего поколения, как-то прогуливался по городку Ки-Вест во Флориде, и там играл на улице какой-то ансамбль, команда. Я так в шутку, это еще в советские времена было, Водка сказал, вот тебе-то вот без проблем ты сможешь в случае чего уехать, профессия конвертируется и играть на улице. На что он грустно сказал, в принципе, здесь на улице и в метро играют так, как у нас на сцене, что культура музицирования в Америке, на Западе, многократно выше, чем в России. Да, это так. Почему это так? Это так, и ничего не изменилось. А из-за чего так, я не понимаю. Ну, это очень просто. Ведь, скажем, от осинки не растут апельсинки. Известная вещь, да? Известная поговорка такая. Что слушаешь, на чем воспитываешься, это не только с точки зрения музыки, но и с точки зрения общего культурного фона. То в итоге и получается. Извини, ты все-таки, мы с тобой советские люди, мы помним советское телевидение. Мы слушали постоянно, просто потому, что телевизор включали и слушали, того же Рахманинова, Чайковского. В общем-то, мы потребляли субкультуру советской интеллигенции. То есть классическую музыку. Абсолютно. Так почему же? Эта музыка никаким образом не складывалась с блюзом, с джазом, с ритман-блюзом, с рок-н-роллом, со свингом. То есть со всеми теми направлениями, которые существовали в этот период времени и даже раньше. То есть на протяжении всей жизни Советского Союза существовали во всем мире. В Советском Союзе они существовали только в очень узких идеологических рамках. Или вообще не существовали. Это была ошибка, ты считаешь, властей запрет на музыку? Или это было по чему-то закономерно? Я вообще считаю, что самая большая ошибка России произошла в 1917 году. А все остальное уже следствие этой большой ошибки. Ну, ведь сейчас, если мы говорим об идеологии, положение исправлено, все нормально. У нас рыночная экономика, у нас капитализма, который был до 1917 года, вроде как нет. Нет, у нас совершенно другая история. И ты прекрасно об этом знаешь. И я тоже об этом знаю очень хорошо. И, скажем, наш капитализм – это жалкий уродец. Не с человеческим лицом капитализм. С не человеческим лицом. Вот. И, скажем, государственная административная система, сложившаяся к сегодняшнему дню, она, на мой взгляд, чрезвычайно комична, поскольку это все равно, что скрестить осла и козла. Вот. Вот приблизительно так же у нас это, скажем, происходит. Как вот. Про слов и козлов ты мне напомнил кое-что. Мы об этом поговорим в самом конце. А скажи, пожалуйста, вот есть такое английское словечко – вот belong, то есть чувствовать принадлежность кому. То есть некоторые люди, они ощущают, что вот они вот здесь вот, они принадлежат этой стране или малой родине. Есть люди, которые там граждане мира, действительно. Ничего плохого в этом нет. Ты вот, если я правильно понял, готовясь к эфиру, прочитав твое интервью, очень любишь Италию. То есть ты чувствуешь, что ты вот, вот в Италии твое место. Или неправильно я это понял? Нет, любовь и место, скажем, в котором ты обретаешь свою жизнь и работу, это всегда, не всегда совпадающие. Ну да, почти никогда не совпадающие. Поэтому, скажем так, я очень люблю нашу страну, я люблю свою родину. Нет, нет, в этом нет сомнений. Но вот тебе комфортно в Италии, я ведь правильно понял? Но, скажем, мне не менее комфортно в Италии, а в каких-то вопросах значительно более комфортно. В гастрономических? Ну, я венщик и откровенно являюсь вот таким вот поклонником, ярым, открытым поклонником итальянской кухни. Я считаю, что самая лучшая кухня в мире это итальянская. Не французская, а именно итальянская. Ну, я допускаю, что это мое заблуждение, но тем не менее это так. А ты сам, в отличие от Андрея Вадимовича Макаревича, не готовишь? Готовлю. Готовишь сам? Да, а что ты готовишь? Я в первую очередь варю супы дома. И там друзья, которые приходят к нам в дом, им нравится. А потом, если Андрей придет в гости, и вы с ним поговорите на эту тему, вы можете ему задать вопрос, как я готовлю мясо. Ну, видимо, ответ такой, что... Опять же, моим друзьям очень нравится. К музыке у Екатерины Второй есть какая-то предрасположенность? Да. Она музицирует? Сейчас нет. Ты же с детства музицировал. Сейчас нет. Ты, по-моему, в пионерлагере там был трубачом. Да, это правда, да? Все правда. То есть ты реально освоил все инструменты, кроме ударных? Да, ударные мне не давались просто. Вот я пробовал играть на ударных. И в первой группе, которую лет в 15-16 мы собрали. Как, ради машины времени была первой твоей группой? Нет. Нет? Я в машину времени уже пришел таким... В 19 лет ты пришел в машину времени. То есть ты до этого уже успел где-то помузицировать, да? Четыре года. Ага. На худ графе по Ленинскому институту МГП имени Ленина. У нас была группа тоже. Мы ее, помню, назвали «Бизанты». Да, было масса музыкальных предключений до того, как я пришел в машину времени. Ну да. А вот недостает, что дочь обладает очень хорошим слухом, абсолютно просто, я поражаюсь ее музыкальной памяти. Она очень неплохо играла на пианино, училась, но у нее она очень хрупкое создание, у нее очень маленькая ручка. Совсем маленькая. А, то есть растяжки нету, да? Нет, ну там просто у меня маленькая рука, а у нее просто вот такая вот миниатюрная совершенно лапочка такая. Но она каким-то образом все-таки к шоу-бизнесу, которого нет, она приобщилась, потому что она оформляла одну из твоих пластинок. Я просто не знал, что она фотографирует. Я когда увидел ее фотографии вот эти, я сказал, так они совершенно точно попадают в то настроение, которое есть в музыке. Ты мне разрешишь, я возьму пару, тройку твоих фотографий на оформление. То есть там просто использована ее работа или она целиком... Нет, 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 я просто использовал ее работу и все. Потому что я просто прочитал, что она оформляла обложку, я так подумал, что это все-таки использование фотографии, это не одно и то же. Ну, последний вопрос, раз уж мы упоминали козлов, ослов и прочих животных. Нет, нет, это совершенно не про политику. Маша Голубкина просто сказала, что все мужчины делятся на козлов, собак, котов и свиней. Какое ты животное в трактовке Маши Голубкиной? Дракон. Дракон, да? Да, я дракон. А ты по зодиаку дракон, да? Да. Ну что ж, ладно, тогда я думаю, что не без помощи дракона Кутикова мы пристроим кошку Милу. Чудесная кошка. Скажем, да, что она познакомилась с драконом, даже пообщалась, немножко полиняла. Очень хороший характер, наверное. Да? Линяет только дико совершенно. Просто вот она стрессирует, потому что она... Говорят, что да, она переживает. Да, рядом с великим. Ну что, спасибо тебе. Спасибо. Вот. Ничего, что я так загрузил тебя все про семью, да про семью, а про машину времени совсем ничего не было. Ну, я хочу сказать, что семья-то не ближе, чем нашел. На машину времени это вторая семья. Нет, она даже больше там, чем для многих семья. Но все равно семья... С 71-го года с небольшим перерывом, с 71-го года в машине. Всё заuchs. États-и-elle. Всё. Всё. Всё.